Приветствую, мы на юго-западе Москвы. Здесь от улицы Валилова до Нахимовского проспекта в районах Академический Котловка проходит улица Кржижижановка, которая пересекает профсоюзную улицу и недалеко от этой улицы находится станция метро Академическая и профсоюзная. Улица двухсторонняя движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении и также улица проходит трамвайные пути в середине и они отделены от автомобильных полос бордюрами, поэтому движение транспорта по ним не осуществляется. Длина этой улицы составляет около 2,5 километра, чуть-чуть поменьше. Ну, надо сказать, что примерно до 1660 года эта улица, ну, это место находилось в Подмосковье, были подмосковные села Тройской Черемушки, Снаменской Черемушки, вот, ну и уже на их месте в 1950-х годах развернулось строительство пронумерованных черемушкинских улиц. Вот, и сейчас вот эта улица называлась до 1663 года 5-я Черемушкинская улица. Село Черемушки вошло в статус Москвы в 1658 году, но вот до 1663 года эти черемушкинские улицы пронумерованы и сохраняли, в том числе вот эта 5-я Черемушкинская улица. Потом стали переименовывать, вот, постепенно, и вот эту улицу в 1663 году переименовали и назвали в честь известного ученого энергетики, экономиста, революционера Глеба Кржижановского, который жил в 1872-1959 годах. Ну, сам был из Самары, вот, ну, рано вступил в марсидский кружок, вместе с Ейным участвовал в организации Петербургского союза борьбы за сопротивление рабочего класса, в общем, какое-то время был в Петербурге, тоже окончил там же технологический институт, потом его арестовали, сославили в Сибирь, вот, потом, после этого он руководил, там, большевистским центром в Самаре, в своем родном городе, где он родился, работал в железнодорожном депо, входил в организационный комитет по созыву 2-го сетра РФБ, ну, партии большевиков, на котором был избран членом ЦК партии, участвовал в революции 1905-1907 годов, а с 1950-го года заведовал в Москве кабельной электросетью, ну, такой, ну, нравился этому кражановскому, там, электротехнику, с электричеством, с чем-то новым, с физикой, в общем, он в этом понимал, вот, ну, и, в общем, так сказать, участвовал в проектировании строительства первой в России электростанции на Торке, вот, работал в московской организации большевиков при этом попутно, ну, то есть, так сказать, и революционером был, и, так сказать, ученым, ну, так сказать, тоже старался что-то сделать для пользы страны и для укрепления большевистской власти. В 17-м году был членом большевистской фразы Моссовета, после Октябрьской революции, в 17-м году работал над восстановлением и развитием энергохозяйства Москвы, представителем глав электро ВСНХ, бывшего Совета народного хозяйства, в общем, особенно поставил с тем, кто написал работу «Основные задачи электрификации России» в 1820-м году и был назначен представителем Государственной комиссии по электрификации России «Гойл-Ровный», да, вот, ну, и, в общем, все первые советские электростанции сооружались при участии как раз граждану. Вот, также участвовал в организации социалистического планирования, был первым председателем Госплана в 1821-30-м годах, составлял первый пятилетний план, пятилетку Советского Союза, потом был председателем глав энергонарком Тяжпрома, председателем комитета по высшему техническому образованию и заместителем нарком просвещения СФСР, даже вице-президентом Академии наук СССР, ну, и, наконец, основателем в 1330-м году и руководителем уже до конца своей жизни в 1359-м году Энергетического института Академии наук СССР. Ну, также был воспоминаний о Ленине написал, вот, также создал известные песни революционного подполья «Варшавянка», «Красное знамя», «Слезами залит мир безбрежный», «Беснуки и стираны», ну, и так далее, даже написал ряд сонетов. Ну, а жил он много лет на улице Осипенко, сейчас это Садовническая улица в центре Москвы, между вот отводным каналом Москвы и Реполь, недалеко от Кремля, в доме номер 30. Ну, и также в 1332-м и 1336-м годах работал в толпачной берегуке дом 5. Вот, что касается эта улица, то здесь много жилых домов и разных офисных и социальных учреждений. Жилых дома здесь 5, 8, 9-этажные, в 150-х, 60-х годах постройки они преобладают. Ну, и также 15-этажный жилой дом 370-го года постройки один. Вот, но также в некоторых бывших жилых домах сейчас находятся офисные здания. Улица отличается тем, что есть очень много таких пятиэтажных краснокирпичных зданий, ну, с небольшим такой белокаменным декором, а или даже без него. Вот, этим, это такой, как бы, особенность этой улицы. Здесь их действительно реально очень много. Часто есть жилые дома, ну, а часть, в основном, это офисы. Вот, ну, на улице находится действительно довольно много офисных зданий разных. Есть, отмечу, причем они многие пятиэтажные. Отмечу, центр детского творчества и детский юношко-спортшколу по 2-м 4-е, 158-го года постройки, открывший дом пионеров. Главное управление Министерства юстиции России по Москве, по номер 7, корпус 1. А также, по номер 13, корпус 1. Вот, Российский центр переводов Федерального агентства по науке и инновациям, по номер 14-пятиэтажных тоже зданий. Институт археологии Российской академии наук. И также, Федеральная служба госрегистрации, кадастры и картографии Росреестра по номер 14-корпус 2. Тоже пятиэтажные здания. И, кстати, эти пятиэтажные здания, они, в основном, все построены были в 1950-х годах. Вот. Также, бизнес-центр Ферра Плаза, основной, что это институт информации и техники экономической исследования черной металлургии. Вот, это восьмиэтажные здания, 155-го года постройки. Кстати, восьмиэтажные тоже встречаются вот эти красно-клепичные дома. Это по номер 14-корпус 3. Институт находится. Новый юридический институт. Шестиэтажные здания по номеру 15-корпус 1. Бывшая академия сельскохозяйственных наук. Польша градостроительства сервиса по номеру 15-корпус 4. Несколько общежитий тоже есть в пятиэтажных зданиях. Но сейчас по номерам 17-корпуса 1 и 3. Много магазинов разных универсальных зданий с разными, так сказать, сервисными организациями, офисами и закусочными. Все в пределах одного здания. Также здания Черемушкинского и Зюзенского районных судов. Они рядом находятся. Дома номерами 20-корпус 3 и корпус 4. И пятиэтажные тоже здания 50-х годов постройки. Подразделение УВД по юго-западному округу. Под номерами 20 корпуса 6 и 7. Но рядом как раз с судами здание находится. Здесь раньше влага Черемушкинский рай, КОМК, ПСС и ВЛКСМ. В ЛКСМ. Тоже Черемушкинский. Также в центре улицы находится православный храм всех преподобных отцов Киевопечерских, вторых Черемушкин, под номер 22, но новый храм. Рядом с ним находится центр общественного питания, с вьетнамским рестораном, рестораном украинской кухни, пиццерии, ну и другими. Редактор субтитров А.Семкин